Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. Атакуют крысы, полчиши грызунов, свободно гуляют на детских площадках города и забираются в квартиры калининградцев. Местные жители бьют тревогу. Скоро они начнут нападать на людей. Будет и суд, и следствие. Юрист-консульт, которого расстреляли в начале декабря около собственного дома, скончался в больнице. Незаконно выселяют из квартир и увеличивают тарифы. С такими лозунгами на улицы города вышли сотни калининградцев, что предлагают митингующие. Олимпиада в Сочи 2014 без поддержки соседей. Почему президент Литвы отказывается от поездки? Все нуждающиеся получат долгожданное жилье. Кому в новом году ждать подарка от региональных властей и в какие сроки? Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город. В студии Вероника Сухачева и главной теме. В субботу напротив спорткомплекса «Юность» сбили женщину. По словам очевидцев, пострадавшей оказалась пенсионерка. По предварительной информации, от столкновения с автомобилем женщина получила сотрясение мозга и перелом таза. На месте ДТП сразу оказались скорая помощь и полиция. Водитель иномарки оказал пострадавшей первую медицинскую помощь, после чего ее доставили в больницу. С его слов, женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Из-за этого мужчина просто не успел вовремя затормозить. Он попытался уйти от столкновения, но не получилось. Кто на самом деле стал виновником дорожно-транспортного происшествия, сейчас уточняется сотрудниками ДПС. Новые подробности в истории с покушением на юрист-консульта в Багратионовском районе в начале декабря. Стало известно, что от полученных пулевых ранений мужчина скончался в больнице. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие просит всех, кто был свидетелем покушения, обращаться в правоохранительные органы. Поиски лиц, причастных к совершению этого преступления в рамках расследования уголовного дела, продолжают. Сейчас следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, с учетом наступивших последствий, в ближайшее время будет решен вопрос по переквалификации. Напомним, 3 декабря около 8 часов утра в поселке Гвардейское двое неизвестных на иномарке несколько раз выстрелили в 54-летнего юрист-консульта из пистолета Макарова, когда мужчина, собираясь на работу, вышел из машины, чтобы закрыть за собой ворота. Стая крыс поселилась на одной из улиц Калининграда по соседству с жителями многоквартирных домов. Грызунов столько, что они не боятся прохожих, а иногда нападают прямо на территории двора. Местные жители утверждают, что во всем виновата заброшенная рядом пристройка, хозяина которой не могут найти уже около 20 лет. Это недостроенное сооружение для местных жителей уже 20 лет, как настоящая головная боль. Пристройка пережила 7 пожаров. По их словам, здесь жили и бомжи, и наркоманы. А сейчас внутри огромные горы мусора. Выбрасывают все, кому не лень. И хозяевами стали уже не люди, а крысы. Жильцы уверяют, что подвалы и подъезды кишат грызунами, которые пробираются в квартиры по вентиляционным трубам. Детей родители уже не отпускают гулять во двор. У домашних животных появились блохи. Но страшнее всего, говорят местные жители, что крысы – переносчики чумы. Смотрите, вот вы снимаете их, вот они в углу бегают. Невозможно пройти по тротуару. Они бегают прям слишком близко с людьми. Они даже тут же людей не боятся. Это же зараза. Но это для местных жителей только полбеды. Территория пристройки постоянно в грязи, от которой забился слив дождевой воды. Поэтому единственный проезд во двор круглый год затоплен. Для того, чтобы пройти к дому, надо обходить здесь. Посмотрите, какая грязь у нас здесь. Посмотрите, как мы здесь прыгаем. А если еще ставят машину вдоль дороги, то чуть ли не по машине прыгаем. Кто хозяин этого сооружения, до сих пор неизвестно. Ходят слухи, что собственник работает в Министерстве обороны. Но местным жителям от этого не легче. Ведь проводить уборочные работы на частной территории они не имеют права. Вообще у нас чудный район. У нас лучшая школа, лучший детский сад, замечательный дворец спорта. И лучший бомжатель в городе. Кто должен следить за пристройкой и травить крыс? С этим вопросом жильцы обращались к мэру и местным депутатам. Писали в газеты, но несмотря на многочисленные письма, вразумительного ответа они так и не получили. Это безусловно сфера ответственности управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Потому что все мероприятия по диротизации, то есть по уничтожению грызунов, которые находятся, это все в компетенции управления Роспотребнадзором. В администрации тоже есть комитет городского хозяйства. По движительному комитету городского хозяйства есть отдел экологии. Там безусловно есть специалисты. Сейчас жители дома по улице Согласия надеются, что когда-нибудь в заброшенной пристройке проведут дезинфекцию. И крысы, наконец, перестанут гулять возле домов. Анастасия Данникова, Алексей Бондарев и Дмитрий Казаков. Служба новостей город. Остановить жилищно-коммунальный террор вышли в субботу на площадь маршала Василевского несколько сотен калининградцев. Они требовали остановить рост тарифов в сфере ЖКХ и отменить закон о сборе средств на капитальный ремонт домов, принятый ранее. Остается один выход – защищать себя, своих близких, самим, во имя соблюдения законности. Всех собравшихся граждан не устраивает новый закон, который областная дома приняла на днях. Согласно нему, жители многоквартирных домов будут обязаны платить денежные взносы за проведение капитального ремонта. Предположительно, с 1 января 2014 года они могут составить от 300 до 800 рублей в месяц с каждой квартиры. Также митингующие протестовали против принятия закона о плате за землю под многоквартирными домами и за дворовые территории. Мы требуем прекратить вот этот безудержный рост тарифов. Мы требуем, мы считаем, что правительство не справляется со своими задачами. Требуем правительство в отставку. Не обошли стороной протестующие и, как они утверждают, незаконное выселение жильцов по улице Менделеева. Стоит отметить, что митинг проходил при особом внимании полиции. Стать всемирно известными и попасть в Национальную хоккейную лигу. Такую задачу ставят перед собой участники новогоднего турнира по хоккею. 21 декабря на Ледовой арене сразу 4 хоккейные команды города завоевали имя сильнейшей. Спортсменам одной из них всего по 5 лет. Как прошел турнир и по каким правилам играют юные хоккеисты, расскажет Дарья Веклич. Низкая посадка и точный пас. Эти юные хоккеисты еще читают по слогам, зато с легкостью стоят на коньках и даже применяют силовые приемы. Даниилу всего 5 лет и это его первые соревнования. Хоккеем он занимается уже 2 года. За это время стал настоящим лидером команды «Феникс». Ну а перед важной игрой обязательно разминка и напутствие тренера. Вы готовы у них выиграть? Вы точно готовы у них выиграть? Недетские страсти кипят не только в фойе ледовой арены, но и на катке. На залитом до блеска льду у самой юной команды турнира серьезный соперник – янтарная звезда. Спортсмены которой значительно старше, поэтому главное здесь – боевой настрой, уверен капитан команды. Во время игры самое главное – слушать тренера и обязательно не плакать. С установкой тренера хоккеисты справились. Кстати, игра вместо привычного регламента – 3 периода по 20 минут – длилась всего полчаса и без перерыва. Ну а во время матча шайбы ворота янтарной звезды влетали одна за другой. И это несмотря на то, что спортсмены «Феникса» не могли даже самостоятельно выйти на лед. Их в буквальном смысле закидывали на каток. О том, что на льду совсем юные спортсмены, видно по игре. Здесь и соблюдаются даже элементарные правила хоккея. Главное – забить шайбу. Кстати, все шесть шайб юного «Феникса» оказались безответными. Секрет такого успеха знает тренер ребят – Алексей Кузнецов. Со своими хоккеистами он работает уже не первый год. Секрет в том, что надо привить ему любовь к хоккею. Только тогда ребенок захочет заниматься и будет стремиться бежать на тренировки, все время спрашивать своих родителей, когда быстрее, так сказать, не вылезать с ледового поля. Исходом этой игры стала безоговорочная победа – 6-0. А вот итогом новогоднего турнира – бронзовые медали юных спортсменов. Сразу после соревнований команда «Феникс» отправилась на зимние каникулы. Усиленные тренировки и подготовка к следующим спортивным состязаниям начнутся в середине января. Дарья Веклич, Георгий Моторин. Служба новостей город. Сразу после рекламы вы увидите. Олимпиада в Сочи 2014 без поддержки соседей. Почему президент Литвы отказывается от поездки? Все нуждающиеся получат долгожданное жилье. Кому в новом году ждать подарка от региональных властей и в какие сроки? 12 блюд и никакого мяса. Как еще празднуют Рождество калининградские католики? Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Олимпиаду в Сочи 2014 проигнорируют в соседней республике. Как сообщают информационные ленты, президент Литвы Даля Грибаускайте выступила с резким заявлением в Брюсселе в отношении к России. Она сказала, что не поедет на церемонию открытия зимней Олимпиады в Сочи из-за нарушения прав человека, из-за агрессивного отношения России к Литве и к восточным партнерам Евросоюза. В сложившейся ситуации, когда налицо нарушение прав человека, когда применяются экономические санкции в отношении Литвы, а также из-за отношения и поведения к восточным партнерам, в том числе и к Литве, я не вижу политической возможности ехать на игры в Сочи. Более чем в два раза выросла задолженность по зарплате в Калининградской области. Проездные билеты на пригородные поезда должны вернуть, а для малоимущих будут строить социальные дома. Об этих и других не менее интересных новостях вам расскажет моя коллега Анастасия Данникова в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте! Приостановка продажи проездных билетов на пригородные поезда противоречит антимонопольному законодательству. К такому выводу пришло региональное УФАС. Сейчас ведомство направило предостережение о недопустимости таких действий в Калининградскую пригородную пассажирскую компанию. Недавно стало известно, что с 12 декабря приостановлена продажа проездных билетов на пригородные поезда всех направлений, поскольку областное правительство не подписало с Калининградской железной дорогой договор на обслуживание населения. 6 миллионов человек пересекли в этом году российско-польскую границу. Об этом сообщает Польский культурный центр. В связи с рождественскими праздниками каждый день в соседнюю республику отправляются более 20 тысяч человек, а в минувшие сутки был побит рекорд – 25 тысяч пассажиров. Социальные дома могут появиться в каждом районе Калининградской области. Квартиры планируется выделить сотрудникам социальной сферы, малоимущим гражданам и детям-сиротам. Таким докладом выступил на оперативном совещании министр строительства Сергей Майоров. Как отчитался министр, сейчас для реализации проекта строится квартал многоэтажек на юго-востоке Калининграда и уже завершены подготовительные работы в Светлогорске. Тех, кто будет иметь право жить в социальных домах, будут определять местные власти. Сумма просроченной задолженности по зарплате в регионе выросла более чем в два раза. По данным Росстата, на 1 декабря 2013 года она составила 4 миллиона 700 тысяч рублей. При этом 1 ноября задолженность составляла 2 миллиона 200 тысяч. При этом Калининградская область заняла последнее место по объему долга среди регионов-должников, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. Не имеют задолженностей только Ненецкий автономный округ и Новгородская область. Теплый Новый год может подарить каждый калининградец детям из детских домов и малоимущих семей. 27 и 28 декабря в городе стартуют акции «Мне не все равно». Неравнодушные могут приносить в пункт сбора теплые вещи, нарядную и повседневную одежду для мальчиков и девочек от 4 до 18 лет. Также организаторы приглашают волонтеров и аниматоров, чтобы подарить настоящую новогоднюю сказку детям. Вещи и игрушки можно приносить по адресу улица Колоскова, дом 2А. А по всем вопросам звонить по телефону 8 906 237 623 4. Это были все новости короткой строкой. До встречи в следующих выпусках новостей. Западные христиане готовятся к торжествам. Празднование начнется в ночь на 25 декабря. А в Калининграде центром торжеств стал КМРК, где 21 декабря рождественский сочельник отметили представители польской диаспоры. Рождество – один из самых значимых праздников для поляков. Оно объединяет всех католиков в одну большую сплоченную семью. На праздничном столе должно быть 12 блюд, но не допускается употребление мяса. Выбор КМРК для празднования оказался не случайен, ведь Рождество западные христиане ассоциируют с рыбой. Рождественский пост самый радостный, в отличие от Великого поста. И в этот пост люди радуются и ждут рождения Христа, который появится на этот свет и принесет все самые положительные эмоции. На мероприятии зрителям представили спектакль и рождественские песни на польском языке. Не обошли и традицию деления оплатком. Этим белым хлебцом делятся со всеми друзьями, что символически выражает единство и взаимное прощение, дружбу и любовь к ближнему. Больше всего Дедов Морозов живет в Калининграде. Убедиться в этом смогли жители города в эти выходные. Около 300 новогодних волшебников прошлись по центральным улицам города. Ради этого перекрыли даже некоторые дороги, но всего на 30 минут. От желающих поучаствовать в новогоднем шествии не было отбоя. К 10 утра у Старой башни выстроилась целая очередь молодых людей и девушек. Новогоднее мероприятие стало уже традиционным событием в городе. Поэтому организаторы флешмоба учли все ошибки прошлых лет. Мы уже как люди опытные заказывали костюмы еще летом. И везли их из далеких-далеких стран, практически с Северного полюса. Костюмов для масштабной акции закупили около 500 штук. Кстати, после шествия наряды Деда Мороза можно было оставить себе. Участники признаются, переодевшись в новогоднего волшебника, настроение вмиг становится сказочным. Все супер! Очень супер! Классно! Все супер! Весело, весело! Сотню Дедов Морозов калининградцы встречали аплодисментами и вспышками фотокамер. Дедов Морозов калининградцы встречали аплодисменты. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 919-404 или пишите на наш электронный адрес канал 1собакамail.ru Также напоминаю, что все новости дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь, но как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей город. Всего вам доброго и до встречи! Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова